Куда хотите-то примерно? Ну, может, вот сюда, наверное, вот здесь, наверное. Альберт Новиков, житель 60-го дома по улице Протапова, примерно показывает место для будущей тренажерной площадки. Я бы с удовольствием вышел бы, допустим, и потренировался, подтянулся. Где-то здесь же поставят новую детскую площадку. Пока думают, какие элементы, предназначенные для детей, можно оставить. Лишними они не будут. Этот двор – один из центров притяжения для местной детворы. А здесь, по улице Крымской, новая детская площадка будет побольше, потому что оставить что-то вряд ли получится. Практически все нужно менять. При том, что двор тоже популярный у детворы. Рядом пятая школа, а у Марины Михайловой пять внуков. Часто приезжают в гости. Троим детская площадка как раз по возрасту. Самому младшему – полтора. Но в этом возрасте дети взрослеют на глазах. Мы очень рады. Пусть строят, пусть хоть это все поубирают, а то и ребятишки тут со школы ходят, и все. Нам хорошо бы было. Все замечательно. А для моих внуков так вообще прекрасно. Деньги на площадки и тренажерные комплексы, субсидии из краевого бюджета. Часть средств из специального бюджетного фонда, закрепленного за председателем краевого загсобрания Юрием Бурлачко. По словам главы города-курорта Юрия Полякова, выделенные деньги будут расходоваться максимально рационально. Мы подобрались 200, вот более-менее все есть. И лестницы есть, и горки есть, и спуски есть. Конечно, они есть и 250, и 300, и 400, любую можно накрутить. Но вот хорошая вот эта площадка. Но за 200, за 200 неплохая. Хорошая площадка, вот вы же ее видите. Но мы ее видим. По данной программе муниципалитет получит 2 миллиона рублей. На эти деньги в городе и сельских населенных пунктах планируется установить 9 детских площадок и 5 тренажерных комплексов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.